Поднятие иммунной системы и поднятие температуры очистки, да, это у нас ванночки для ног, стопные пластыри. И, допустим, ванночки для ног, стопные пластыри, они будут помогать нам повышать иммунную систему. А радиоисточник жизненной силы, он не только будет ее повышать, еще активировать ее именно активность. И все отклонения какие-то, да, со здоровьем человека можно будет восстанавливать с помощью как раз-таки работы и укрепления иммунной системы. Запомните еще такую фразу. У человека есть только одна болезнь, да, можно сказать, все болезни можно подвести под одну, это когда идут какие-то у нас изменения в клетках, да, на генном уровне. Как это происходит? Допустим, у родителей была гипертония. Генетически может у ребенка тоже быть такая предрасположенность к гипертонии. Это передается по наследству. Фути не у него ряда, тудинг. Или же, допустим, у отца была залысина определенного вида. У ребенка тоже не у него ряда. Возможно, у сына будет такая же форма головы или же такая же залысина. Точно так же строение типа фигуры, да, допустим, дедушка был худенький, стройненький, отец был худенький, скорее всего, у сына будет такая же фигура. Это и есть у нас гипертония, то, что передается нам на генном уровне. И то, что нам передалось по генам от наших предков, на это мы как-то повлиять или же изменить не можем. И здесь мы можем сказать, что все болезни человека назвать какие-то изменения на генном уровне. Но один процент данных изменений, да, это нам передано от родителей, там, от предков и так далее. Оставшиеся... Оставшиеся все изменения, да, это девяносто девять процентов, это в результате уже последующих каких-то, да, действий и того, что сбивается, ухудшается, занижается или не работает достаточном уровне иммунная система. Поэтому для того, чтобы бороться с любыми заболеваниями, одно из главных действий, это что повышение иммунитета. И когда мы все обклонения своего здоровья на этапе слабости, холода, влаги остановим, то тем самым вот эти дальнейшие какие-то более масштабные заболевания не будут развиваться. А так далее как только coron. Но если уже сейчас у вас есть какие-то закупорки, допустим, у сосуды забиты, внутренние органы какие-то забиты. что делать? Нам уже нужно активно начинать, чтобы восстанавливать работу. Согласно китайской философии, они считают, что все болезни связаны с токсинами и с тем, когда токсины закупориваются в сосудах головного мозга, это может привести к инсультам. Когда забиваются сосуды сердца, это может привести к инсультам, когда забиваются грудные молочные железы, то это мастопатия, угловые образования, онкология. И точно так же, когда эти токсины скапливаются и закупориваются в печени, в почках, в легких, это все может быть различные, да, такие вот заболевания и вплоть до онкологии. И не важно, какие у нас бы не были болезни, первое дело, это что? Это значит, уже где-то есть непроходимость, где-то уже есть вот эта забитость и скопление токсинов. Теперь давайте запишем такое выражение. Все болезни появляются в результате скопления токсинов. Это значит, что в результате скопления токсинов повреждаются и отмирают здоровые клетки. Сейчас мы можем прийти к тому, что получается, да, что все болезни появляются в результате скопления токсинов. И наша задача в чем будет заключаться, да, в том, чтобы не давать этому процессу, да, происходить, чтобы эти токсины не скапливались. Мы можем заметить, что все болезни или все эти закупорки связаны с тремя областями в организме. Это нервная система, да, кровь и кости, суставы. Поэтому мы видим, что любые болезни, они либо связаны с тем, что забилились нервные окончания, нервная система, либо забиваются кровь в сосуды, либо идет деформация, забитость скелета, суставов, костей. И здесь направление, которое мы должны взять, это что? Что если есть какая-то закупорка, забитость, нужно, чтобы прочистить вот этот путь. Вот, допустим, вот эта салфетка, она легкая? Легкая? Да. Я думаю, что все еще будет снять. Вот, допустим, если мы можем взять вот эту салфетку, поднять, опустить, поднять, опустить, там множество раз. Ну, если мы вас попросим сделать такое действие, возьмите эту салфетку и поднимите, держите ее 4 часа. Не отпускай. Не отпускай. Пока улыбайтесь. Пока улыбайтесь. Пока улыбайтесь, но что будет с вами через 4 часа? Спасибо. Вы всегда остались в таком положении. Навсегда, наверное, останетесь в таком положении. Статуй свободы. Да. Вы можете сделать это. Очень очень удобно, можно взять, поднимать. Пять. 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 А Duke, революционно, как видите. Опускаем. Мы можем делать много раз. И мы должны, чтобы в наш организм попадали какие-то вещества, полезные, витамины, пища, еще что-то. Но этот процесс вывода точно так же должен быть обязательно. Чтобы эти токсины не скапливались у нас в организме. Запомните сегодня самую главную фразу, запишите ее. Что токсины сами по себе не опасны, опасно их скопление. Даже если вы сегодня ничего больше не запомните, но запомните эту фразу, уже будет хорошо. Давайте вместе повторим пять раз эту фразу. На китайском языке. Можете на русском ее повторять, конечно. Давайте. Токсины не опасны, опасно их скопление. Токсины не опасны, опасно их скопление.